Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда. Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики Казахстана. Голова ведомства Алибек Куантыров отметил, что в условиях глобальной геополитической нестабильности диверсификация внешних связей Казахстана является одной из главных целей. Казахстан продолжает работать над активизацией сотрудничества во всех направлениях, способных обеспечить устойчивый рост в отрасли экономики. В связи с этим, помимо двустороннего сотрудничества, страна активно взаимодействует на многосторонних площадках, в том числе в рамках организации тюркских государств, указал Куантыров. Он отметил, что задача участников ОТГ – создать комфортные условия для привлечения инвестиций в передовые отрасли экономики и новые технологии. Одним из основных приоритетов среди них является создание Тюркского инвестиционного фонда. Целью фонда является содействие экономическому развитию государств участников организации за счет расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности. В рамках инвестиционной деятельности фонд будет выполнять функции финансирования проектов малых и средних предприятий. Также он поддержит создание и модернизацию физической и цифровой инфраструктуры, проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес. Это промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и зеленая экономика. Важно отметить, что данные проекты позволяют создать новые рабочие места и диверсифицировать экономику Казахстана. Инициатива создания фонда предложена Азербайджанам в ходе неформального саммита Организации тюркских государств в марте 2021 года. В согласии лидеров тюркских стран штаб-квартира фонда будет находиться в Стамбуле. Тюркский инвестиционный фонд является первым совместным финансовым институтом экономической интеграции тюркского мира. Установив капитал фонда, делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью 350 миллионов долларов, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью 150 миллионов долларов. На каждое государство приходится по 70 миллионов долларов оплаченных акций. Субтитры создавал DimaTorzok